Добрый вечер, дорогие друзья! Вы в прямом эфире на телеканале «Импакт» в программе «Влияние». Меня зовут Елена Никитская, и у нас в студии есть гость. И вместе с вами, с нашим гостем мы проведем ближайший час. И я хочу вас с ним сейчас познакомить. Его зовут Андрис Оппенгеймс. Он является пастором, евангелистом, миссионером и служителем интернет-служения Solus TV. И приехал к нам из Латвии. Андрис, могли бы вы поделиться, рассказать больше о себе и поделиться своим свидетельством? Добрый вечер всем. Я, конечно, пришел сюда, чтобы не был виден Андрис, но был виден Иисус Христос. Потому что Писание говорит, что вспомните тот ров, откуда вы были извлечены. То есть этот ров был такой холодный, глубокий. И мимо этого рова люди проходили, но никто не мог помочь. Но проходил Иисус Христос. Он не просто подал руку, но он туда спустился. И он понял меня. И он оттуда меня вытянул. И потом мне сегодня хочется сказать о том, что он сделал в моей жизни. И моя жизнь была, конечно, без Бога. Я родился в нехристианской семье. И мама говорила о Боге, но говорила о Боге судящим. То есть Бог, который знает, если ты что-то не так сделал, он будет тебя судить. И так были некоторые моменты, когда я что-то плохое делал. Он сразу об этом вспоминал. Но еще при всем этом она говорила, что ты под знаком зодиака рожден. И вот ты под таким зодиаком. И вот у тебя такие вот свойства и так далее. И как бы мама говорит. И я этому тоже начал верить. И все было ничего. До того момента, когда моя сестра, она на два года старше. Мне тогда было 10 лет. Она пришла и говорит, слушай, я тут книгу гороскопов нашла. То есть это дьявольское учение. Но я об этом не знал. И она говорит, я тут нашла твой зодиак, я прочитала. И ты знаешь, что там написано? Что у тебя в жизни не будет успеха. Ты будешь бедным и так далее. То есть очень плохо тебе там сказано. И вот в тот момент, когда я это услышал, дух страха пришел. То есть дьявол через вот это дело, он просто как бы вошел в меня. И я просто такой страх пережил. Думал, а что мне теперь делать? Как мне от этой судьбы убежать? И у меня был друг, я тогда начал заниматься велоспортом. И у меня был уже хороший друг, который был вместе со мной. Сколько вам тогда было? Десять лет. Десять лет. Я уже такие решал вопросы и думал о своем будущем. То есть как мне избежать этого? Я понимал, что мне надо, значит, велоспортом заниматься. Значит, этим я смогу что-то добиться и заработать деньги. И как бы сбежать от этого вот плохого состояния. Но постоянно враг мне напоминал. Я днем вот хожу с этими мыслями. Мне уже 12, 13, 14. И еду в тренировку. И эти мысли приходят о том, что у тебя впереди, вот приближается несчастье. А гороскопы читали вообще? Нет, я просто то, что я слышал, я сразу начал избегать этой темы. Но как бы получилось, что моя вера соединилась с этим духом. И он как бы взял власть надо мной. Я помню, еду в тренировку, и опять эти мысли о том, что вот плохо, плохо. Я старался как бы отогнать головой эти мысли, но никак не получалось. То есть все хуже, хуже. Прям физически это ощущалось? Ощущал. Просто я не знал, как от этих мыслей бежать. И кому я расскажу? Все просто пальцем покрутят. Некому не рассказать. Я был в поисках. Где-то должно быть освобождение от этого вопроса. И еще большая беда случилась, что с тем же другом, который позже стал профессионалом, и Тур-де-Франц, ехал и так далее, знаменитая гонка велоспортсменов. И он в 15 лет, где-то в этом возрасте, предложил мне, давай сделаем соревнование, кто больше похудеет. Мы как бы подростки, растем, и мне тогда при моем росте примерно было где-то 68-69 килограмм. Я схудел на 63 килограмма. То есть я его старался обогнать. Мы все время старались кто кого. И вот тут была проблема, что когда я худел, я очень много тренировался, почти не ел, почти не пил, для того, чтобы быстрее скинуть и выиграть его. То есть такой дух соперничества. И произошло то, что я в один вечер просто пошел спать, и я не мог больше заснуть. То есть вот это началась моя проблема, то, что я начал страдать бессонницей. И когда я начал ходить к врачам, простым врачам, они говорили, что у вас не центральная нервная система нарушена, но у вас нарушена вегетативная нервная система. То есть мы помочь не можем. То есть мне кололи, разные там таблетки давали, но ничего не помогало. Потом я начал ходить к разным таким знахарям и через оккультные сферы, то есть этим людям, которые как будто мне помогут. То есть дьявол меня как бы тянул для того, чтобы еще больше меня поработить, что вообще у меня, как написано в Писании, что он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но Христос все-таки за этим всем наблюдал. Он меня ввел, и просто так произошло, что я начал в православную церковь ходить. Но вы сходили тоже в оккультную сферу? То есть вы пробовали к гадателям, к чародеям? Только к каким-то там экстрасенсам, к каким-то там свечке что-то там, какие-то там шептуны и так далее. Не помогал? Да, нет. Мама просто меня старалась тоже помочь. Говорит, сыночек, сойди туда. Вот тебе так. Со мной даже вместе ходил, потому что когда я ночами не спал, и все равно тренировался, потому что я боялся выпасть со сборной. Я был юношеский, в юниорский. Я все равно тренировался. И тем самым разрушал себя. Несмотря на все это, я стал два раза чемпионом Латвии. Да, но это было очень тяжело. Просто страшно было. Это где-то в этом возрасте, да. И было так, что очень тяжело было. Я просто на церкви крестился, думал, что вот это крещение, оно даст какую-то защиту. И вот я смогу спать, но это не происходило. Только один интересный случай был. Я стоял там на службе, и подходит одна женщина, говорит, мне Бог сказал, что вы будете священнослужителем. Православная женщина? Она говорит, вот так мне было сказано. Я такой, нет, нет, я буду велоспортсменом, я буду звездой велоспорта и так далее. И как бы мне это пугало, потому что я в этом не видел себя, и это немножко мрачно, черно-бело оказалось, если я стану вот таким вот там. Но когда мне было уже 18 лет, я опять ехал в соревнования, и там занял место, и были съемки, и должны показывать, были по национальному нашему каналу. И у меня была соседка, которая за меня молилась, и мама просила, она в то время начала ходить в церковь, говорит, помолитесь за моего сына, он не спит ночами. Пратестантскую церковь? Да, протестантскую церковь. И так получилось, что она молилась, церковь молилась, и вот эта соседка, она начала все время меня звать. А я до этого начал уже евангелие читать, ну, православная церковь, евангелие читаем. И просто читаю, и оно мне открывается. Вот интересно, что настолько Бог открывал именно себя, Иисус Христос. Я вот читаю, вижу, как он говорил, как он отвечал на какие-то вопросы. Я просто говорю, молодец. У меня был в то время фаворит в велоспорте, у меня был его плакат, фаворит висел на стене. И я как бы им был весь восхищен. Я к этому образу стремился, к этому велоспорте, который считался в то время самой лучшей в мире. Но когда я начал читать про Иисуса Христа, просто я начал им восхищаться уже в то время. Я говорю, я прямо восхищал, Иисус, молодец, молодец как ты. И начал практиковать. Вот Писание говорит, то есть мне Господь начал открывать, что поступай, как написано. Вот это истина, вот это то, что тебе поможет. И читая, и практикуя уже в сборной Латвии, когда я тренировался, ну вот в отношениях со спортсменами, оно срабатывало. То есть Бог мне давал, начал давать веру, что это будет работать, это тебе, Андрис, поможет. То есть не через кого-то, не через евангелистов, просто индивидуально Бог с вами говорит. Это Евангелие, которое у многих, это гидионовское, оно лежало у меня на полочке. Оно долго лежало, и там просто, ну, пылилось. И когда я болел, мне было очень плохо. И я взял эту книжку, и начал читать. Мне было стыдно. Мама проходит мимо, я быстренько прячу. Хотя вот, кажется, ревьючий человек, мне было стыдно, что вот я читаю это Евангелие. Но очень сильно она начала говорить ко мне. И эта соседка, когда я соревнования эти там проехал, и должны были показать по новостям. И после она говорит, Андрис, можешь зайти, поговорим о Боге. Я думаю, сейчас поговорим. Мне опять такое, сейчас я покажу, как верить надо, сейчас я объясню все. И вот, Лена, вот так как ты вот сейчас сидишь, она напротив меня сидела, и она просто три с половиной часа, ее просто Бог так наполнил, она говорил в мою жизнь, она говорил такие вещи, конкретно Бог говорил через нее. Сейчас, если вот так с ней поговорить, ну так, она пык-пык-мык. Но в тот момент просто это была проповедь, до пол первого ночи. Бог через нее. Это было сильно. И в тот момент, когда она мне все сказала, она мне говорила про мои вопросы, проблемы, а уже она знала, я и приоткрывал свои проблемы, я знал, что человек верующий, она меня поймет, что вот с этими вот оккультными силами вот это все, оно меня страшно мучает, и у меня большой очень страх от будущего. Я боюсь завтрашнего дня, я боюсь до завтра дожить, еще эти бессонные ночи. И она, когда все говорила про жени Иба, она сказала, Андрис, приди, Бог тебе даст хорошую жену, она будет верующая, она будет верная. Но это только в фильмах можно было только представлять. И тогда, когда это все сказала на мою жизнь, просто я уже ничего ей не говорил, ничего не объяснял, как правильно надо читать и молиться, и служить. Я пошел в свою комнату, просто даже не включал света, помню, я преклонил свои колена. Я помню вот эту молитву. Я сказал, Иисус, я хочу, чтобы ты был мой друг, я хочу с тобой дружить, я хочу все тебе открывать и беседовать с тобой, как оно есть. И вот с того момента, хотя еще потом было в церкви покаяние, но я считаю, вот тогда была та вот молитва, которая вот изменила мою жизнь. Вот именно, да. И я сам пошел домой и помолился. И после было очень тяжело. Бог не то, что исцелил, но меня увыручевал. У меня все время была зависимость от Него. И в эти моменты, когда мне было очень трудно, Бог духом своим говорил в мое сердце, Андрис, я тебя выведу с этой ситуации, только держись меня, ищи мое лицо. И он начал мне открывать места Писания. То есть я очень много начал читать Слово Божие, но это было немножко после, но после самого покаяния была такая у меня ситуация, что я не мог прочитать одну главу. Вот мне голова настолько... Не запоминали? Она просто набухала, она просто болела. То есть из-за физического состояния? Из-за того, что я перегрузил свой организм, и я не сдавался, потому что это вся моя надежда, это вся моя будущее, и оно может уйти с моей жизни. И потому я просил у Бога, Господи, я хочу читать твое Писание, но мне очень трудно одну главу читать. Я хочу много читать. И все равно, хоть я мало читал, Бог в мою жизнь говорил. И он мне открывал там, я помню, вот это место Писания, 13 глава, 5-6 стих, евреям написано так. «Имеете нрав, не серебролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». То есть это ко мне. Я изучаю, и что мне Бог сказал? «Учи наизусть эти места Писания». То есть, «Учи наизусть, учи наизусть». И я понял, вот тут у меня ответ есть. Потом места Писания, что в книге все были уже дни назначены, Господь говорит, в моей книге, и когда еще не было ни одного, что зародыши увидели мои очи, и потом я читал место Писания о том, что «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Я все это, ну, в то время на алтышском языке читал, и это учил наизусть. И Бог начал открывать, что звезда от звезды разница в славе, что это все сатанинские уловки, что это он вот так вот у людей уловляет, что на это не надо обращать внимание, но оно еще во мне сидело. И Бог сказал, что «Ты обновляй свой разум через это Писание, то есть учи его наизусть, пребывай все время со мной, пребывай в молитвах». То есть это было то время, когда Бог начал меня очень сильно укреплять. С вами индивидуально Бог работал. Вы сказали, что вы покаялись лично с Ним в комнате наедине. Да. Но вы пошли после этого в церковь или вы не ходили в церковь? Я начал ходить, посещать, но я еще оставался в спортивной школе. Она называлась «Мурьянью» спортивная гимназия. А ваш друг? Что с ним было? Вы пытались ему подражать? Уже это начало ослабевать. И я учился в этой спортивной школе, где он уже не учился. И это школа, которая готовит к олимпийским соревнованиям этих спортсменов, которые сегодня уже многие олимпийцами стали. И я последний год там учился как раз. И для меня теперь было открыто, что я показывался в сентябре, и как раз вот это время учебы, когда началось, что я должен быть евангелистом. То есть я тут призван. И мне Писание Иисус Христос говорил, что «Кто постыдится меня и слов моих о роде этом лукавом, прелюбодеянном, того и я постыжу перед Отцом Небесным». Мне это так ко мне говорило. Значит, «Господь меня постыдится?» Это конкретно мою жизнь Бог говорил. Значит, я никому не должен стыдиться, когда они матом говорят, и я буду стыдиться о Господе. Я всегда так, если кто-то придет ко мне в комнату, потому что это был интернат, там разные спортивные виды были. И девушки, и парни. Другу рассказали о Боге? Это обязательно. Это тоже отдельная история. То есть это все там. Просто у меня было так, что читаешь Писание? Вот хоть немного читаешь, вот прочитал, и тут же ситуация днем. То есть вот то, что я читал, мне Бог научил, и дает мне сразу ситуацию. Я на этой ситуации или человек отвечаю, или реагирую. То есть у меня это слово было живым. Это была моя карта, это была моя инструкция. Помогали людям, да? То есть уже знали наперед ответ. Да, ну я так сразу задают вопрос. Даже простую я помню книгу. Я читал Дерека Принца книгу по дороге с церкви. Я ехал уже туда в школу. Я как раз прочитал. Захожу в комнату, и подходит парень, который потом, он был 100-метровщик, чемпион Латвии, он потом покаялся, и пришел в церковь, и начал служить. И такое, ну, очень было ревностно. И, значит, он приходит и мне задает, Андрей, скажи вот, вот как вот это и вот это? И задает мне как раз тот вопрос, который я только что вот читал. То есть, знаешь, если один раз, ну, может быть, совпадение, но тут постоянно, постоянно, то есть реально у Бога был план до сотворения мира, и Бог меня начал вести по этому плану. И какой его план? Не только меня спасти, но еще тех, кто будет слушать это слово. То есть все возможности, как только вот Бог где давал, то я уловлял человека, значит, в комнатке, или создавал ситуацию, значит, позвал одного, говорю, можешь меня подстричь? А у нас там спортсмены друг друга стригут там. И вот это его зовут Вестерс, и он начал стричь волосы и матом ругается. Это же меня оскверняет, я же уже, ну, святой, да, новое творение. И интересно, что я думаю, надо ему начать говорить. Я говорю, Господи, помогай, мне какой-то как бы духовной силой тоже чувствует. Вот чувствует, что ты вышел на эту дорогу, чтобы свидетельствовать. Я чувствовал, очень сильно было противление, и в духовном сфере было тоже такое сжимание. Господи, помоги ему начать говорить. И такое бессилие. Ну, в этом бессилии просто проявляешь верность, открываешь рот, и начинаешь говорить о Иисусе Христе, о Его любви, о том, что Он сделал в моей жизни, что Он может сделать для Него, о покаянии. И он потом мне свидетельствовал. Он стал тоже членом церкви, он женился сейчас недавно, уже лет 20 почти. Он верующий, очень сильно сейчас помогает и в детском служении, он сам и юрист, его Бог очень сильно изменил. То есть, ваше служение евангелиста началось еще там, в интернате. Да, и знаете, как сегодня бывает, хочу в Африку, хочу на миссионерство в Африку, а твои соседи знают, что ты верующий? Да. Слушай, ты давай-ка сначала, начиная с Иерусалима, написано, что когда сойдет на вас Дух Святой, будете свидетелем где? В Иерусалиме. То есть, это твой Иерусалим, потом в Иудеи, окружность, твой город, потом в Самаре и даже до края земли. То есть, мы должны верными быть в малом. И когда мы верны в малом... В повседневной жизни. Да, ну, это то основное. То есть, просто, что я хотел, чтобы в учебе меня видели как верующие. Просто я за свидетельством о том, что... Некоторые говорят, что пророк в своем отечестве не принят, поэтому они едут в другое отечество, подальше, чтобы их там приняли. Ну да. Но оно все равно откроется. Нет ничего тайного, что не станет явным. То есть, они почувствуют. Они за мной следили все, ребята. И просто Бог через это прославлял свое имя. Я в учебе до этого был не очень. Но потом и начал молиться за каждую руку. Господи, помоги мне, чтобы из-за меня, мне это место в Саняне тоже открылось, имя Божия хулица у язычников. Господи, я не хочу, чтобы из-за меня вот эта школа просто соблазнилась, чтобы он у нас тут такой верующий, не учился там, ничего не делал. То есть, я начал делать все, как для Господа. И просил Господа, чтобы он мне помог в этом. И были такие моменты, когда просто весь класс написал на 3-4 балла, это по десятибалльной системе. И там были две оценки, там говорят 3-3-4-4, даже отличники. А я помню, я молился, Господи, помоги мне эту работу написать. Я помню, было такое вдохновение, написал, издал, я смотрю, у меня около 9-9. Ты советовались Богом во всем, просили помощи, любые мелочи. Да, даже такие все, все вопросы. И был такой момент, когда меня спрашивают, какая у тебя оценка? Учитель прошел, чтобы записать себе журнал. Я говорю, 9-9. Он говорит, громче. Я говорю, 9-9. И громко сказал. Он говорит, встань. Я думаю, наверное, из-за того, что я так выкрикнул. Он говорит, повернись к классу. Аплодисменты. И все знали, что я верующий. И как бы это давало такое вот... Напрямую это связано. И связывали с тем, что Бог вам помогает. Я об этом говорил. И говорил о том, что... А как реагировали люди? Хорошо. Но они смотрели так. Они все время смотрели. И потом, когда я приходил, мне не было стыдно. Что знаешь, как-то вот это Бог давал все. Он как бы давал, чтобы вот это добрая слава, доброе имя было. И оно тоже очень много значит. Потому что люди, они говорят, что твои дела кричат громче твоих слов. Я тебя не могу услышать. И мне просто это Бог давал, чтобы я мог говорить. И что интересно с этим другом, который стриг меня, он после мне рассказал о том, что я когда шел на кухню, он говорит, помнишь, когда позвонил звонок и сказали, что надо идти на кухню уже кушать. Было такое состояние после того разговора. Я шел, но я шел как по воздуху. Я первый раз пережил такое ощущение, что я не чувствую лестницы. Я с третьего этажа пришел туда на кухню, не чувствуя просто ног. Вот говорит, это для меня было это как свидетельство, что есть вот Бог, что вот то, что ты говоришь, оно живое. В моей немощи, в моем бессилии. Конечно, были моменты тоже, когда я не сильно мог так вот, ну, проповедовать, но я организовал всех спортсменов в этой школе, чтобы в большом зале для них прошло служение. Написал большую афишу. Но один минус, что я не согласовал с нашим руководством, это вечером, когда этот зал там стоит в темноте, пустует, я думаю, дай-ка я соберу всех. Я написал большую афишу. Смотрю, там, сдалека уже говорят, open games, open games. И подходит директор, как ты мог? И санкционированное какое-то мероприятие, ты должен был посоветовать. Ничего не будет. Содрали эту афишу, а я одного брата вызвал с Риги, чтобы он приехал в эту школу, где-то 60 метров он находился от Риги, и он приехал, чтобы засвидетельствовать. И я говорю, ребята, можете мою комнату? И полная комната. Набилась ли? Да. Я шел просто по комнаткам, по этим ячейкам. Ребята, там о Боге будут говорить. Я шел просто и звал, и эта комната собралась полная ребят. И этот брат, я помню, так его тоже Бог благословил. Он так говорил к этим ребятам, и потом смотришь, заходишь в комнатку, уже волейболисты, там двухметровые, с Евангелием в руках, просто читают Евангелие. И вот так вот огонь загорелся. То есть вот смысл моей жизни стал уже не велоспорт. Как один брат потом мне сказал, Андрис, тебя Бог сделал из велосипедиста евангелиста. Как бы такая афоризма. Как долго вы еще в той школе находились? Это был последний год. Я ждал от немецкой команды как приглашение, но я стал перед Богом. Если от Sigma Sport от этой команды придет мне приглашение, я остаюсь. Если нет, тогда я понял, что мне надо заканчивать. И был такой момент, когда подошел к тренеру и сказал, что я заканчиваю спорт. Он говорит, что ты будешь делать? Я не знаю. Ну, я был уже освобожден. То есть я был как раб в этой системе. Это был как бы мой выход, что я что-то смогу достигнуть, что вот как-то не просто так вот проживу, что может быть и в материальном плане будет какая-то защищенная. Хотя я понимал, что в 33 года это все закончится, а что дальше? Было такое. Ну, вот как бы к этому стремился. И вот после этого, когда вот я понимал, что уже Бог меня призывает идти его путем, я ушел оттуда, с этой школы, сказал тренеру все. Я просто вышел, вот такая, знаешь, такая свобода. И очень сильно, ну... Поняли, что сделали правильное решение. Да, и начал тоже, и там, где я работал, он тоже начал проповедовать. Я продавцом работал. И тоже понимал, что я, во-первых, не продавец, я тут евангелист. Значит, моему работнику, с кем я работаю, то есть максимально... Использовали любые возможности. Да, или там кто-то рядом работает со мной, в другой там магазинчик. Это тоже с лоспедами связано было. И я, в принципе, в этой сфере проработал 14 лет. Начал работать в этой фирме, начал тоже, ну... Бог давал возможность свидетельствовать начальству. Я помню, даже мой начальник, это огромная у нас фирма, в Балтии, наверное, одна из самых больших фирм или по велобизнесу. Огромный магазин, двухэтажный, там тысячи лоспедов. Я помню, я ему свидетельствовал Богу, говорю, он так разозлился. И я не боялся, что меня может лишить работы. Я ему просто, ну... И мне лет 20 там где-то... И он кричит, да ты жениться не можешь, ты сначала жену себе найди. И там и так, и так... И весь магазин слышал об этом. А к этому месту поподробнее мы сейчас подойдем к вопросу женитьбы. Да. Но я хотела еще спросить по поводу оккультизма. То есть, как обстояли дела тогда? У вас уже вообще не было страха или что-то еще присутствовало? Лена, были моменты такие, что враг очень сильно атаковал. Я... Откровение есть, значит, что это путь, это истина, это жизнь, Иисус Христос, это моя жизнь. И был только такой момент, я посмотрел на этот плакат, который у меня висел, моего идола по велоспорту. Я подошел просто, его шу... Содрал, все. Это путь закончен, это не тот путь. Все, что могло быть оккультным или связано с этим, да? Оккультом личности. что велоспорт, и так далее, что это не тот путь, мой путь, Иисус. И интересно, что было такое, что враг не хотел отпускать. Приходили просто страхи, находишься на свадьбе. Для меня было страшно, когда свадьба, когда люди близко. И враг очень сильно атаковал, мысли посылал. И я просто уходил в туалет, и я молился. Нет никого, я просто на колени даже вставал. Я молился, Господи, укрепи, освободи меня от этого. Прошел через исповедание, через отречение перед служителем. Это тоже очень важный момент для каждого, кто где как-то соприкосновал, было соприкосновение с этим, надо обязательно это исповедовать. Надо это открыть и отречься. И потихоньку Бог начал освобождать. Исповедовать перед кем-то или лично как перед Богом? Не обязательно должен быть служитель, который примет исповедь. Мы перед Богом, как сказал Иисус Навин, исповедуй Ахану. Что сделал ты? Исповедуй перед Богом, открой мне. Перед служителем очень важно, чтобы был ходатай, который может за тебя помолиться, возложить руки, разрушить эти дела, и ты сам устно провозглашаешь духовный мир. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от Духа такого, Духа такого, Духа такого. И тогда у человека начинается прогресс в духовном плане, он еще более начинает. Ходатай обязателен. Или это лучше еще усилит эффект? Это желательно. Да, это желательно, это усилит эффект. И всегда было так, что я видел, что в чем я слаб, я боюсь людей. Потом я начал вести свадьбы. Вот просто Бог меня продвигал. У нас такие разные сферы от велосипедистов, продавцы, потом свадьбы. Вот интересно, что вот боюсь эту сферу. Меня пригласили муж, этот волейболист двухметровый, он тоже такой покаялся, стал членом церкви. Он говорит, можешь провести мне свадьбу? Я думаю, наверное, ошибается, но я постараюсь как-то провести. И потом, и уже где-то около 40 свадьб после этого мне Бог дал провести. Потом была следующая сфера, это проповедь. Можно к вам обращаться, если что? Это не реклама. Но потом была сфера, я смотрел на проповедников. Я думаю, как это они говорят? На них же люди смотрят, это же очень, ну, и я так подумал. Это еще до вашей женитьбы? До женитьбы, да. У нас очень мало времени. Столько много есть. Я знаю, с вами можно долго разговаривать. И что произошло? Буквально, когда я сказал, что эта сфера не для меня, я не могу, я людей боюсь, я говорить не могу. Ну, не могу, косноязычный. И помню, что ко мне подошел служитель, сказал, Андрис... Косноязычный, это вы так же говорили, как и сейчас? Либо у вас были страхи, какие-то комплексы? Комплексы, на меня кто-то смотрит, мне очень страшно. И несмотря на это, вы все равно продолжали свидетельствовать? Ну да, ну да, это было как бы основное, ну, это один на один. А тут, когда много на меня смотрят, то это уже... И тогда было так, что мне сказали, Андрис, в воскресенье будет у тебя возможность сказать слово, скажи на тему терпения. И я не знаю, что об этом говорить, терпение, ну, что там сказать. Я помню, что с пятницы на субботу у меня вообще было так, что я не спал. Я молился, и под утро мне Бог просто дал вот эту тему. И она была по пунктам. Я стоял на коленях, молился, и просто, то была тишина. И тут пошли просто вот шквалы мыслей, как откровение из Писания там. Я быстренько побежал за ручкой, за тетрадкой, я записал вот эту проповедь. И уже в воскресенье, когда я вышел на проповедь, я просто чувствовал помазание, чувствовал мир. И просто Бог мне дал изложить вот то, что я записал, Он мне просто дал изложить этим людям. Мне тогда было где-то около 19-20 лет. И так Бог повел. То есть первую проповедь мне Господь дал. И Он дальше повел меня в это служение. Я хотел очень, ну, петь, но было даже такой момент, меня поставили над латышской группой, у нас русская церковь, но я сам латыш. И там были латыши, и мне, нам епископ сказал, ну, надо нам создать группу, и Андрис будет руководителем этой группы. Только такая проблема, что Андрис не может петь, и у него со слухом проблемы. Знаешь, как говорят, что медведь на ухо наступил, но у меня не только наступил, но еще потоптался. И там просто затоптал все. И было так, что такой руководитель, так говорят, ну, ты будешь петь, ты будешь петь. Когда ко мне подходило, все садились и знали, что я, ну, не могу, ну, спеть ни куплет, ни там, даже строчку. Я шел в лес просто, там у нас микрорайон, рядом лес. Я шел и просто молился, Господи, помоги, дай мне голос, и я этим буду славить тебя. И пробовал его тренировать, так, о-о-о, о-о-о, и только, знаешь, так смотрю по сторонам, там люди с собачками ходят, а то вызовут еще скорую, ну, чтобы не было кого-то. И буквально через, ну, пару дней, там, ну, короткое время было, у нас сестра, которая ответственна за музыкальное там служение была, она говорит, Андрис, у тебя тембр поменялся. Ну, слышим тембры. И когда я начал петь, я начал петь. Интересно, что сейчас вот этой Иришской церкви, когда там в хор приглашают, там говорят, я не могу петь. Мне ставят пример, я уж, хоть уже не в Риге, что мы переехали по служению в Екатус, а говорят, если Андрис начал петь, то сто процентов может каждый петь. Вы только молитесь, просите Бога, чтобы для славы, понятно, я тут понимаю, что у каждого свое призвание, но Бог вот такое чудо в моей жизни сделал. Потом, когда я сегодня пою, я знаю, что это Господь мне дал, и я говорил, Господи, я только буду имя Твое славить, это не будет для моей славы. Никогда бы не могла подумать, никогда, потому что я посмотрела ваши ролики, там есть у вас на вашем Солос-ТВ канале, альбом с супругой. Если бы мне сказали, что этот человек еще 10, 15, 20 лет назад не мог петь, я бы не поверила. Да, и сегодня многие свидетели этого, даже когда я тут в Америке свидетельствовал, два брата сидели в церкви, они уже тут. Говорят, смеялись, говорят, вот мы свидетели того, истинно, он говорит, так было. Следующий вопрос был такой, что я очень хотел жениться, и я помню, что я очень за этот вопрос молился, я понимал, что это после покаяния, после водного крещения, это следующий такой важный момент, это свадьба, это женитьбе, я говорю, Господь, я хочу тебе служить, но не хочу, чтобы у меня жена была, которая будет тормозить меня в том призвании, на которое ты меня призвал, чтобы она была мне помощницей в помощь на то, на что я призван. И я помню, было мне 22 года, и я увидел Зою. Я увидел просто, что вот, ну, как говорят, сердце йокнуло, вот там йок, и все уже не спится, и все об этом думается. Я подошел к нашему пастуру, епископу, и я сказал, ну, я через пастыря делал предложение, ну, у нас так принято, и где-то мне это очень нравится. И я сказал, что вот я вот молился, и мне вот открыто, что вот Зоя, мы вместе с ней. А как же пойдут же двое не сговорившихся? Ну... Сначала нужно согласовать с человеком, с которым ты планируешь типа жизни, а потом уже ставить в весность. Ну, я считаю, что жену надо выбирать из-за палатки, когда вы вместе ходите или свидание, всегда мы стараемся свои лучшие стороны показать. Но когда мы были вместе в группе, Зоя пела в группе Латышская тоже, какие-то конфликтные ситуации, когда сестры начинают... Наблюдали со стороны. Я смотрел, да. Она не спорит никогда. У нее всегда отношения с родителем очень хорошие. То есть она человек, служащего сердцу, такое смиренное сердце. Ну, и по виду она, конечно, мне понравилась. И так получилось, что я сделал предложение, и уже где-то через неделю, в субботу, после спевки, я подошел, ну, с братского вышел наш епископ. Я говорю, ну, брат Виктор, вы говорили? Он говорит, знаешь, Андрес, я говорил, ну, наверное, тебе Господь что-то хочет лучшее дать. И ей лучшее. Отказала? Да, отказала. Я иду такое, конечно, такое... Бывает, знаете, бывает такое разочарование у некоторых. Да все, теперь бросаю церковь. Я помню, что я на следующий день еще проповедовал, хотя я вечер весь отплакал. Но когда я стоял на коленях, было такое чудо. Я молюсь, вот, в Духе Божьем, соединяясь с Богом, у меня радость, у меня ликование. Я просто радуюсь, как бы слезы текут, а у меня внутри радость. Радуетесь отказу? Вот не пойму, понимаешь, как бы умом понимаешь отказ, все закрыта тема, а у меня изнутри радость идет. И потом вот шли года, мне говорят, вот это с Украины, я куда-то поеду там учиться в Кривой Рог или в Рыбницу. Мне предлагают, вот смотри, вот эта сестра, посмотри, обрати на нее внимание. Вот ты смотришь, да, хозяйка борщи там варит, ну супер все. Но как бы смотришь, вот не мое, вот не мое, просто отторжение. Смотришь на Зою. Не могли рассматривать другие варианты вообще, да? Ну как смотришь, да, смотришь, но не то, все время не то, это много-много вариантов. Смотришь, Зоя, сижу в хоре, она после работы всегда позже идет между рядами, и сюда в хор поднимается на ряды. Я вижу, Господи, если ты бы дал бы мне, я тебе каждый день буду благодарить, я буду самый счастливый человек. Хотя уже был счастливый с Богом, но только в молитве говорил, Господи, вместе с тобой хорошо. Ты мой самый лучший друг, но мне все это хочется друга, который будет со мной рядом, с которым мы будем вместе служить и так далее. И было так, что я там возьму мини-диск или возьму, ну попрошу у нее стих переписать. Она перепишет, и потом я ей даю коробку конфет, и она берет. Хотя я знаю, что у нее такое было, ну, такое отношение, что она не давала повод никому, она откидывала себя. И она брала от меня. Я там чемоданчик я понесу, мы куда-то ездили вместе группой, ну, наши пения. То есть потихонечку начали приобретать человека. Ну, интересно, что я смотрю, что есть, как бы, такое, что, ну, вот, разрешит и так. И потом я подошел к нашим пискам, говорю, помните, много лет назад, уже 4 года назад, к вам с этим вопросом подходил. И я не знаю, как в христианстве, но у меня любовь к этому человеку не ушла. Я прошу, помолитесь за меня, чтобы я был свободен от этого. И он говорит, Андрис, пока не спеши. Я потом говорю, а может быть, вы все-таки издалека узнаете? Может быть, у нее есть что-то ко мне? И интересно, что он говорит, ну, ладно, посмотрим. Но потом я сказал, что я все-таки сам узнаю. И буквально где-то через неделю я звоню, и ему говорю, вы можете действовать. Ну, в плане того, чтобы он может узнать, какое есть отношение ко мне. А он уже пошел и сказал, Андрис, делай тебе предложение, Зоя. И когда в пятницу я остался дома, и он мне звонит, Андрис, ты где, ты будешь в служении? Я говорю, нет, я дома, я стих учу, хочу в воскресенье наизусть рассказать стих. Я говорю, а вы что, беседовали с ней? Говорит, я беседовал. Я говорю, плюс или минус? Он говорит, Андрис, я думаю, что плюс. Когда он сказал, что плюс, вообще, ну, я уже, он говорит, нам завтра надо встретиться, там обговорить. Я думаю, нам дальше будем планы там строить, как нам там заход сделать. И я просто положил труп. Я помню, у нас пол, линолеум был снят, и ремонт шел. Я помню, я на этот пол просто лег. Я так богославил, просто ликование, я ходил по комнатам, просто такая молитва шла. И когда в субботу я пришел к церкви, и наш пастор говорит, садись в машину. Я думаю, ну, там побеседуем. И он заводит мотор, и мы поехали. Я говорю, а куда мы едем? Он говорит, ну, к нам домой. Я говорю, а там Зоя будет? Он говорит, ну, конечно, будет. Как говорит, так она же все поймет. Он говорит, Андрис, разве ты не понял? Она же тебе сказала, да. Когда он это произнес, просто это такое, ну, это такая радость, такое свидетельство Божие. Я помню, я на перекрестке, там почти вот на ходу выпрыгнул за цветами. Там такой большой шап. Зашел, говорю, вот, пожалуйста, цветы, там, заказал. И пошел, помню, наверх, там, в общественный туалет, там, где много этих. Зашел, просто так громко начал там молиться. Я не знаю, если там кто-то сидел, он там не выходил. Потому что какой-то чудак. Ну, я там просто Бог благословил. Потом мы там с фото в сто, нас обратно спевку привели. Они меня выпустили раньше, потому что завтра будет объявление. И чтобы не дать никому повод, чтобы никто не знал, они его выпустили раньше. Я шел по главной улице нашего города. Ну, и говорят, знаете, там надо как-то благоговейно там вот. Но в тот момент, я просто помню, я руки поднял, я говорю, Господь, слава тебе, слава. Я просто прыгал, я от радости шел и прыгал. Это было такое удовольствие, это было такое счастье. Хотя, ну, ночь была такая переживательная, потому что вот буду беседовать с пастырем, как там вот мы дальше будем такое. Но это было Божие свидетельство того, что Бог сделал в моей жизни. Потом у нас прекрасная, ну, была свадьба, и было переживание из-за моего организма, здоровья. Как у нас было здесь мир? Какой промежуток времени? У нас уже есть библейский пример, когда один работал, да, 7 лет, и потом еще. Сколько между отрицательным ответом и положительным? Четыре года. Четыре года. Четыре года. То есть вы четыре года продолжали. Да, да. Это просто чудо. Вот сегодня, когда я смотрю на Зою, это просто свидетельство. Когда я слышу проповеди, говорят, знаете, что люди иногда принимают вид ангелов, ну, или ангелы вид человека принимают. Вот так, да, Писание 13 глава написано, да? Я только поворачиваюсь к нему, наверное, это ты. И с этого времени, я скажу, что у нас не было таких вот скандалов, таких вот вознаглаз, что мы там, знаете, как бывает. Поэтому вот настолько дал Бог мне друга, мы вместе с ней смеемся. Утром как-то всегда Бог дает, чтобы как-то, ну, пошутить, чтобы она посмеялась. Бывает момент, когда вот просто я плачу, там какая-то ситуация, она вместе со мной плачет. У меня был гепатит С найден. И тоже такой момент, когда мы готовились к свадьбе и спевку делали, я смотрю, она заплакала. Я говорю, ну, что ты плачешь? Она говорит, ну, такая ситуация была очень тяжелая была. Я просто, я тоже начинаю плакать, ну, о том, что у меня гепатит там, и уже все-все. Я помню тоже, ездил на конференцию, там было много людей, молились, не было никакого эффекта. Я проехал в Латвию, поехал к одному служителю, и там реально Бог дал веру на исцеление. Там Елене и Помазане молились, и я пережил Божью силу на себе. Я пошел на проверку, и мне через время дают ответ, что вы можете спокойно жить дальше у вас, и исчезает эта гепатит С. То есть для меня это тоже очень большое чудо. Сначала тоже издавали анализы и подтвердился, да? Да, да, и издавал в самой лучшей клинике нашей, и там наша верующая работала. Я через нее к самому лучшему доктору, ну, чтобы уже все четко, потому что было такое бессилие, непонятное, и пошел сдать анализ. То есть вот я вижу, вот Божие чудо, и нам Бог уже дал шестеро детей, и сейчас мы в августе ждем седьмого. И все они такие благословенные, служат Богу, молятся. Обильного Бога благословим. Вы знаете, вот вы как раз говорили про семью, и мы в прямом эфире, и к нам приходят вопросы, и если вы хотите, смотрите сейчас эту программу, хотите задать какой-то вопрос Андресу, я постараюсь его озвучить. Вы можете зайти на Инстаграм или на Фейсбук, и на моем профайле под новостью об эфире написать свой вопрос. Мой Фейсбук Елена Никитская, английскими буквами, и Инстаграм тоже. Я вот проверяю, если вы видите, что смотри телефон, это значит, что я проверяю, приходят ли какие-то вопросы или нет. Вот вопрос, вот буквально мне в личные сообщения, я написала позавчера, вчера об эфире, мне скоро 35, у меня есть молодой человек, с которым мы дружим уже 6 лет, но он никак не решится сделать мне предложение. Что это, отсутствие любви или неуверенность? Стоит ли мне ждать или уходить? Годы ведь берут свое. Они дружат вместе? Они дружат, они общаются, да, это 6 лет. То есть я не знаю, как их дружба, вот все, что... Я вспомнила пример. Один брат говорит, что приснился мне сон, что как будто я делаю тебе предложение, что бы это значило. Она говорит, что ты во сне умнее, чем наяву. Правда? Да, но в данном случае, я думаю, что если это от Бога, и она знает, что брак все-таки на небесах заключается, я думаю, что ей надо ожидать. И я думаю, что если будет любовь у этого брата действительно настоящая, и он серьезный христианин, который понимает, что она дитё царя царей, и что он не должен с ней поступить как-то там, то есть давать какой-то повод, если там уже что-то завязка идет. Я думаю, что должен быть какой-то просто, ну... Подождать еще стоит? Да, сколько они уже вместе? 6 лет. Уже 6 лет. Мне 35. Я думаю, что там надо, наверное, на откровенный разговор. Если 6 лет, то уже надо на откровенный разговор. Может ли она обратиться к вам, если, может быть, она хочет посоветоваться? Да, да, да. Потому что это уже задолго. Хорошо. Андрис, ну, у вас очень интересное свидетельство. Я думаю, что весь эфир можно просто говорить о том, как вел вас Господь. О, еще дальше там тоже чудеса. Жизнь каждого человека — это что-то особенное, особенная страница Божьего чуда. И сейчас у вас семья, вы всей семьей служите Богу. Вы пастор, вы евангелист, вы миссионер. И вы приехали к нам из Латвии. Такой, наверное, вопрос вам, как человеку, который приехал со стороны, и вы можете наблюдать, смотреть свежим таким взглядом. То есть многие говорят, что Америка — христианская страна, США — христианская страна. Как вы видите это сейчас? То есть подтверждаются ли эти слова у вас? И вы ездите по Штатам, или наблюдаете другое? Ну, даже у нас в Латвии тоже считается христианская. Где-то полтора миллиона христиан. Но посмотреть по факту, есть искренние, есть возрожденные, да, а есть просто номинальные. Поэтому нам трудно судить. Мы, когда приезжаем в Америку, мы находимся в среде больше верующих людей. И, наверное, так как в Латвии, так и тут есть те люди, которые пробужденные, которые ищут Бога, которые не ищут этого вот столько земного, не посвятили себя. Хотя, ну, где-то я слышу, что люди сюда приехали, и просто началась погоня за материальным. То есть, как бы была сама цель у многих улучшить свой быт, но приехав сюда, и получилось так, что они как за этой птицей, которая делает себе крылья, когда ты обращаешь свое внимание на богатство, но делает себе крылья, и оно улетает. И многие вот еще до сих пор не поняли, что наше предназначение быть на земле в центре воли Божьей. То есть это самое лучшее место на земле, где ты будешь счастлив, когда ты будешь исполнять то, на что ты признан. Потому что мы члены тела, и у нас должна быть функциональность. И если ты не функционируешь, ты не будешь счастлив никогда. И враг просто, он пришел, как написано, украсть, убить и погубить. То есть он украдет тебе время, он украдет твои таланты, он украдет твои возможности. И фактически ты вот так проживешь все, как говорят украинцы, до себе. И все, и на этом конец. Потому что те, кто нашли и все-таки пошли служить, те, кто все равно продолжают поститься, молиться, я верю, что и на этом месте Бог может употреблять. Потому что так, чтобы... Понятно, что грех он везде. И есть искренние, и есть всякие люди. Но Павел говорит, что как бы ни провелось Христос, я тому радуюсь. Ну, мы знаем, что вот вы сейчас говорили больше о верующих, о возможностях, которые Бог дает использованию ресурсов. Но какая вообще обстановка в стране? Как мы знаем, в мире не очень благоприятные тенденции христианам. Вот сейчас даже в Вашингтоне у нас такой саммит в поддержку гонимых христиан приходил. Сто тысяч верующих убивают каждый год за веру. И, например, в России закон Озеро Яровой, который вышел, я думаю, знаете. Как у Вас вообще в Вашей стране благоприятная ли обстановка для верующих, для евангелизма, для служения? Наверное, для нас всегда время. Даже если война, или мирное время, или гонение. Потому что мы можем всегда проповедовать. То есть нам надо быть в воле Божьей. Но насчет того, какое противление... Я сейчас недавно ездил по нашей студии на государственную такую встречу, где должны решить был мой статус. Могут ли мне фирмы жертвовать? Ну, там у нас сейчас студия строится, да? Видите, студия мы... Да, это статус некоммерческой организации. Да, да. И такой как бы доброжелательный статус, что мы доброжелательная организация. Благотворительная. Благотворительная, потому что у нас как бы она зафиксирована. Я показал нашу работу, что мы работаем и с детьми, что мы делаем лагеря. Это такие люди, дети со школ. У многих неблагоприятная дома обстановка. И мы берем по 40, ну, больше детей. И целую неделю проводим с ними лагеря, христианские лагеря. Ну, и когда они услышали о Боге, они сказали, значит так, наше государство в Божьем ничего не имеет. Я говорю, а как? У нас же гимн Латвии, Бог благослови Латвию. Так он начинается. Нашу любимое, наше любимое отечество. Говорит, еще раз мы говорим. Если что-то там с Богом связано, ничего не будет. Ну, хорошо. Я говорю, ну, пусть вас Бог всех благословит. Там была комиссия, кто против, там начали руки поднимать. Ну, против, чтобы не дать. И интересно, когда ты находишь... Да, и когда ты находишь волю Божью, все-таки. Мы третий год подряд делаем лагерь детский. И так получилось, что наша вот дума, наша вот эта волость, она выделила нам деньги для того, чтобы мы провели христианский лагерь для пяти школ, детей. И вот просто такое вот чудо, что нам еще дают. И еще открывается школа. Я иду в школы, когда Пасха, когда Рождество. Меня приглашают в школу. Я могу все... Вот сейчас был на Пасху. Я всей школе 10 минут мне дали. Я говорил и учителям, и детям. И потом в конце молился, молитва и покаяние. Ну, вот слово. То есть еще вот Бог дает. Но главное нам быть в воле Божьей. Нам быть там, где Бог хочет. И Бог будет нас употреблять. Нам главное надо сказать Господь, вот я, пошли меня. Вы говорите о том, что в государстве, то есть отношениях церкви и государства. Но сейчас церковь пошла дальше, я бы сказала. И не в очень хорошей тенденции. Не хочу, чтобы мы сейчас в эфире углублялись в политическую какую-то тематику. Но тем не менее, людей эта тема очень беспокоит. Не знаю, как у вас, но у нас просто это ярко стоит. Люди буквально разделились на политические лагеря. То есть как у вас обстановка в Латвии с этим? Чувствуется ли это или нет? Ну, был момент, когда там насчет русских, латышей шла вот такой разговор. Потом насчет конфессий. То есть у нас есть три главных конфессии сейчас. Это православная, лютеранская и католическая. Тоже немножко чувствуется, что нас к сектантам относят. Но пока такого сильного напряжения нет. Чтобы там какие-то гонения. Но пока вот так вот эта европрограмма входит. И хотят максимально ввести там, может быть, наверное, если там какой-то вопрос там меньшинств, то как бы больше в эту сторону смотрят, чем в Божью сторону. У нас хорошо, у нас в Латвии есть латвийско-христианское радио, которое 2-4 часа в сутки транслируется. И оттуда очень много Бог несет такой вот свет. То есть оно несет на все конфессии слово. И вот это радио, оно просвещает вот этих вот людей. И лютеран, и католиков, и православных, и также протестантов. Там многие темы разбираются. И вот этот ведущий, который этого христианского радио, он старается против язычества в христианстве. То есть очень много язычества пришло. И он просто за эту чистоту очень сильно борется. Я вижу, что это очень сильно влияет. Популярно это радио? Да, популярно. Очень популярно. И это радио, и наша студия стала популярной. Мне многие звонят у нас. Многие выехали за границу, так как очень трудно в Латвии. Ну, финансы, там, заработки. Особенно в провинции, не в Риге. Выехали в Норвегию, в Данию, там, в Ирландию, в Англию. И эти люди, многие, ну, не нашли еще церковь. Они говорят, вот, христианское радио, ваша студия, это то, чем мы питаемся, мы укрепляемся. У нас передачи каждый день у меня идут передачи. Вот это мой вопрос. Даже сегодня я еще три записывал. Как вы каждый день, как вы можете, такое постоянство, пришли вы к этому. Это, я скажу, ответственно, и я не знаю на данный момент, ну, телеканалы, конечно, они вещаются каждый день. Это да, вот у студии, которые, допустим, в интернет-режиме работают, то очень тяжело соблюдать такой режим, чтобы контент у тебя выходил каждый день. Хотя бы раз в неделю кто-то делает, два раза в неделю. Лена, это опять такое чудо в моей жизни. И вот эти короткие передачи, ну, как притчи, там, каждый день притча, новая притча, жизненная притча с поучением. Потом я местописание ставлю, молюсь. Это где-то все в 4 минуты. Оно где-то, я не знаю, наверное, 2 года я шел. Мы несколько раз собираемся. Говорю, Денис, ну, давай, встретимся, заснимем. Это ваш оператор. Да. И он, начиная, все настроил, там, час настраивал. И я пык-мык. Я говорю, Денис, что-то я плохо сейчас, что-то мне не идет. И так где-то 2 года. И просто вот такое, как бы, наоборот, через как пробиться, как пройти. Я понимал, Господи, я не могу сам. Вот такой все время молитву. Помоги мне, помоги мне. И потом, как пробило. И просто даже во время передачи самой, я думаю, дай-ка в конце я помолюсь. И дай-ка объясню это. Как-то оно само пошло. И потом, давай мы каждый день будем писать. Откуда примеры брать? Потому что такая передача с примером обязательно. И просто мне Бог дал, наверное, я под 70 примеров вспомнил. Из проповедей, из книг, из того, что я слышал. Оно как назидание. Ну, и как притчи много было. И таким образом, я понимаю, что опять мне это Бог дает. При моем таком бессилии и слабости, просто Бог, он вдохновляет. Он мне дает быть вот в этом постоянным. Я вижу, что и у меня есть уже люди, которые каждый день это среди латышей. Около 200, 250. Почему именно латыши? Вы хорошо говорите по-русски. То есть вам там тоже очень много русских, прибалтики, язычных жителей. Вы выбрали 90% программ ваших на латышском. Да, мы сначала немножко с русским пробовали, но Бог повел на больше латышский народ, потому что больше нужды. Вот есть импакт, есть угол, есть много таких известных, которые кормят русское пространство. Но мой латышский народ... Решили занять нишу, где меньше. Я взял ответ. Я помню, когда я покаялся, 300 человек в церковь, поднимается рука, вот моя, и говорю, помолитесь за латышский народ, за мой народ. Я читал только латышскую библию, правда, когда женились, я начал русскую читать. И думаю, ну, как-то вот мы поехали на служение туда, в Екапилс, и думал, наверное, немножко, все-таки я на русском буду. Но вижу, что опять Бог меня зовет. И на русском я сегодня проповедую, и на латышском. Но я молюсь за этот народ, чтобы Бог привел его к покаянию. То есть я взял ответственность, и думаю, а как его достичь? Вот эта видеостудия, которую нам Бог дал, она сегодня влияет на разные конфессии. Мы не лоббируем там какое-то свое, как запашок такой. Просто чисто Евангелие, говорю к сердцам людей, призываю, у нас там четыре передачи идут. Четыре направления, да? Четыре направления разных направлений. А как можно, как могут вас найти в интернете, посмотреть? SolisTV.lv Я смотрю, я подписчик, даже подписался. Да, ну там на латышском жалко. Ну немножко есть на русском, но можно подучить по картинкам. Если Бог даст милость, мы еще, еще команда у нас разрастется, там, не знаю, финансово будет еще притоки. Мы можем, если даст Бог, если разрешит Господь, мы в этом направлении тоже могли бы двигаться, так как очень многие спрашивают, почему нету на русском языке. Да, да. У нас буквально пять минут эфира. Приходят вопросы, я хотела бы еще вот несколько, которые мне личные сообщения прислали. Это, я думаю, вопрос очень важен, и к вам он имеет прямое значение. У многих христиан устро стоит вопрос, как распознать голос Бога и не спутать со своими мыслями. Есть ли какие-то рецепты от вас? То есть это свои мысли или это голос Бога? Наверное, многие говорят, мне Бог сказал, мне Бог сказал. Тут надо быть очень осторожным. Да, да. Но я думаю, что это зависит от нашей близости с Ним. И, значит, когда я нахожусь близко с Ним, то есть, чем мы ближе друг к другу, тем мы можем лучше услышать. Да. И это на уровне Духа. То есть Бог говорит ясно. Это как в моей жизни происходит. И оно всегда будет соответственно Слову Божьему. Соответственно Слову Божьему. Вот у меня были моменты, когда я прямо голос слышал. Были какие-то конфликтные ситуации. И я просто, вот ночь такая прошла, я пойду туда, просыпаюсь, и я слышу, тебе нужен мой мир. Храни мир. То есть у вас, вы слышите прям физический голос в вашей голове? Как вы это слышите? Вот в тот момент, да. Я вот прямо внутри себя я слышал этот голос. То есть есть такой четкий голос. Есть иногда побуждение сердца, мы говорим. Вот побуждение такое. И иногда вот... А может это ваши мысли? Может это ваши просто желания какие-то? Есть конкретно, когда у тебя... Вот ты думаешь в эту тему, у тебя как противление закрыто. Стоп. А есть конкретно, когда... Я вот по себе знаю, это Бог конкретно побуждает. Я должен сделать вот так вот. Если я вот так вот не сделаю, я буду чувствовать осуждение. То есть я знаю, что это конкретно Бог. Но тут надо иметь меру смирения. То есть ты оставляешь свою мысль в сторону. То есть Господь. Ты начинаешь молиться. Боже, я хочу стопроцентный твой план. Я часто молюсь Господь. Я не хочу своих путей, своих каких-то служений. Я хочу, Господь, чтобы ты все не нужно разрушил, если что-то в моей жизни есть. И ты построил свое на своем основании. И потом Бог просто ведет по этому плану. Он проговаривает. Когда у тебя есть какие-то конкретные вопросы, ты должен задать Богу конкретный вопрос. Вот сейчас недавно ко мне одна сестра подошла, говорит, знаешь, я всю ночь молилась. И, ну, почти там ночь молилась. Она говорит, мне Бог сказал про тебя. То и то, и то. И что, что она сказала, я говорю, а я это уже знал. Мне уже Бог до этого это говорил. То есть очень хорошо, когда просто, если есть пророческий голос, если у кого-то есть откровение у кого-то, что уже мне Бог это уже говорил. То есть Бог разговаривает с человеком. То есть мы должны просто взять эту ответственность и говорить, Господь, я больше в своей жизни хочу слышать тебя, понимать твой голос. Потому что мне надо исполнить, как написано, мы рабы ничего не стоящие, мы исполнили то, что мы должны были. То есть у нас есть какое-то предназначение. А как его исполнить, если ты не слышишь голос Божий? Потому вот тут надо нам об этом особенно молиться, Господь. Я раб твой, ты господин мой. И у Господина всегда есть слово на каждый день, что раб должен делать. И вот все, вот Вадимы Духом Божьим, суть Сына Божьего, вот в этом и есть секрет нашего счастья, успеха. Успеха не в глазах этого мира, успех в глазах Божьих. Потому что нам надо будет предстать перед ним. Андрис, спасибо. Я бы вот долго еще с вами общалась. Вы действительно очень интересный собеседник. И Бог очень много чудес делает в вашей жизни. Пусть вас Бог благословит, вашу семью, чтобы вы шли дальше. Мне было очень интересно. Это был интересный эфир. Я очень надеюсь, что и нашим телезрителям было интересно. И огромное спасибо за этот эфир телеканалу «Импакт», что он делает возможным такие эфиры. И мы с вами прощаемся. Я думаю, увидимся как-нибудь еще в другом эфире. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»